И общество нам навязывает, и наше эго нам навязывает, что раз мы мама, то мы должны как бы полностью расстелиться перед детьми. А детям не это нужно. Детям нужны адекватные родители, по примеру которых они жить потом будут. И родители на самом деле, к сожалению, не занимаясь своим развитием, они очень ухудшают карму своим детям. Пожалуйста, постарайтесь сами повзрослеть, не только телом, но и умом. И опять же, не воспринимайте, пожалуйста, этот совет как что-то высокомерное. Мы действительно с вами все должны повзрослеть. Все должны соответствовать статусу взрослого и зрелого человека. Всех приветствую, друзья! Сегодняшняя тема наша «Мама в ретрите», как бы она так ни звучала немного, а забавно. Но тем не менее, это распространенный такой запрос. Ко мне он начал приходить еще до всем известных событий. И я как бы планировала этот ретрит, но когда начались эти пертурбации, немножко было не до этого. Поэтому, наконец-то, я собралась, как говорится, все вопросы обработала, которые по данной теме поступали. И сейчас немножко поговорим. Первое, что я хотела бы сказать, вообще начали поступать вопросы, как мне удается уезжать, особенно надолго. И, соответственно, что происходит в этот момент у меня дома. Поэтому сегодня поделюсь опытом и своим, и знакомых, йогинь, которых знаю, у которых тоже есть семьи и дети, как им удается выезжать. Сразу хочу оговориться, что эта беседа – это не волшебная пилюля какая-то, не волшебная инструкция, после которой сразу же у вас получится сделать все по полочкам и уехать на ретрит. Конечно, нет. У всех очень разные жизненные ситуации, у всех разный характер, разный темперамент, разная степень мотивации. Поэтому это скорее разговор, беседа, где поделюсь опытом, некоторыми советами. Больше это как поддержка, как вдохновение к тому, что все-таки даже если вы пока ни разу не были на ретритах, к этому стоит стремиться. Этого стоит хотеть в какой-то степени. То есть если мы уж говорим о желаниях, то пусть будут у нас такие желания, стремления именно к знаниям. Так вот, эти уединения как часть йога-пути, очень важная часть йога-пути, я бы даже сказала, основная, одна из основных, они очень важны. Поэтому для тех женщин, у кого уже есть семья и дети, кто, возможно, еще ни разу не пробовал выезжать на ретриты или выезжал, но с тех пор уже прошло 2-3 года, может быть, больше, и стоило бы уже повторить этот выезд, но как-то все не соберемся мы. Для этих женщин, девушек, я надеюсь, данная беседа будет поддержкой. Но также надеюсь, что послушают не только женщины, а послушают и мужчины. Особенно те мужчины, которые уже являются мужьями, женщин, которые практикуют йогу. Это будет очень здорово, если эти мужчины услышат определенную информацию в этом эфире, и благодаря им все-таки путь женщины как практика будет продвигаться вперед. Поэтому некоторые части, возможно, дорогие женщины, вы захотите показать своим мужьям. Давайте начнем. Итак, мама, которая практикует йогу, у которой есть ежедневные социальные обязанности, муж, дети, у многих еще и работа. Соответственно, как же в этом всем найти не то, что время выехать в ретрит, а найти время хотя бы для практики, для того, чтобы оставаться в некоторой особой реальности, которую создает для нас йога. То есть оставаться в некотором особом пространстве. Мне часто задают вопрос, как совмещать семью и йогу. И я неизменно отвечаю на это, основываясь и на своем жизненном опыте, и на наблюдении за жизнью окружающих людей, что как йога может обойтись без создания семьи, это я понимаю. Но как создание семьи и постоянная жизнь в этой семье может обойтись без йоги, без практик, без трансформации энергии и сознания, я не представляю. Честно, и для меня, соответственно, не стоит вопрос, как совмещать семью и йогу. Йога — это образ жизни, это способ дышать, можно так сказать. Это способ смотреть на этот мир, взаимодействовать с ним, учить этому взаимодействию своих детей, своих близких. Но это просто действительно способ быть. Вот как нам дано от рождения, определенный цвет волос, определенный цвет глаз, определенное тело, вот, и мы с этим живем каждый день, да, мы с этим спим, мы с этим встаем, мы с этим проживаем все наши кризисы, все наши радости и успехи, мы постоянно с этим общаемся, да, используя то, что нам дано. Вот йога — это то же самое, да, это не то, что в один момент жизни можно взять, поиграть этим, а потом отбросить, сказать, все, оно мне больше не подходит. Это не йога. Поэтому именно вот такая йога, она, я надеюсь, со временем будет присутствовать в каждой семье, в каждых отношениях, которые связываются определенными обязательствами, неважно, на бумаге или нет, обязательствами чисто человеческими, моральными, нравственными, между супругами, между родителями и детьми и так далее. Поэтому я надеюсь, каждый из нас постепенно будет эту самую йогу с помощью своей практики и усилий, прикладываемых к себе, привносить в семью, в работу, в политику в ту же, да, и так далее. Вот, поэтому на самом деле, если мы посмотрим в глубину вопроса, не стоит для женщины вопрос, как совместить это. Понимаете, это ваш способ дышать, это ваш способ жить. И если нет практики, то постепенно не хватает этого воздуха, чтобы дышать, да, чтобы адекватно функционировать. Наступает такое кислородное голодание, в котором мы пребываем в очень измененном состоянии сознания и начинаем делать очень странные вещи. И таким образом все, что мы делаем, начинает сказываться обязательно на жизни наших близких, партнеров, детей, родителей. Соответственно, уделять время йоге, практике – это жизненная необходимость. Так же, как необходимость уделять время для того, чтобы тело накормить, для того, чтобы сводить его в туалет, помыть, дать ему какую-то физическую нагрузку, да, физическую активность и так далее. Что в этой связи можно, какой вывод сделать или какую тему рассмотреть? В этой связи очень важно рассмотреть тему роли женщины в семье. Женщина в семье – это определенный агрегатор, который собирает на себя все состояния, обрабатывает их, перерабатывает, трансформирует и пытается на выходе дать более качественный продукт всем, кто к ней обращается. Да, то есть это очень такое сложное, так скажем, бремя. Не бремя, а сложная функция, сложная работа, задача. И для того, чтобы ее совершать, необходимы, конечно же, силы, необходима энергия, необходима определенный внутренний стержень. Поэтому женщине, как ни крути, йога, не йога, необходимо время и определенные методики для личного восстановления. Очень распространена позиция, что если ты мать, ладно, там ты жена, общество готово за тобой признать какое-то право на личное время. Но если ты уже мать, то извини, да? Ты мать 24 часа в сутки и больше ничего. Очень часто, к сожалению, распространено это понятие, особенно в связи с тем, что сейчас нас очень сильно стараются именно на анахата чакре как бы раскачивать, да? То есть максимально вызывая на эмоции, на чувства и играя при этом на чувстве вины. Чем больше у нас раскачана та же анахата, тем больше мы подвержены резким переменам. Что значит резкая перемена? Кто-то нажал кнопку в нашей нервной системе или в нашем психическом теле, как угодно можно сказать, кнопку чувства вины, и сразу же весь тот ресурс, который у нас тут, знаете, или лился на анахате, начинает литься в обратном направлении против нас, просто нас снося. Поэтому для того, чтобы женщине оставаться в той роли, которую ей предписывает ее окружение, причем это может быть не только семья, не обязательно семья. Женщина, в принципе, обладает такими потребностями, да, или зачатками таких способностей, как облагораживание пространства вокруг, максимальное облагораживание атмосферы вокруг. И неважно, где эта атмосфера создается, в офисе, в каком-то кружке, в какой-то организации, и в любом круге общения, в котором вращается эта женщина, для нее очень важно, чтобы была определенная гармония, чтобы всем было комфортно, чтобы не было агрессии, чтобы была такая мягкость, понимание, терпение, принятие друг к другу, да, каждого к каждому. Это очень важно. Конечно, в семье это как под микроскопом, знаете, усиливается в сотни раз. Семья это определенный тренировочный плацдарм, где каждый выполняет свою роль. Мы сейчас говорим о семье, о роли женщины, как жены и матери. Поэтому вот это осуждение того, что вот это, знаешь, ты же мать, или там я же мать, к тому, что женщина просто перестает пополнять собственные ресурсы, а начинает работать только на отдачу, только на максимальное обессиливание. Рано или поздно как бы эта система ломается, потому что ехать ей больше не иначе, да. И, соответственно, когда ломается, она ломается, как правило, феерично. Женщина, доведенная до обесточивания, до такого обессиливания, она может очень сильно разрушать, начать. И тогда уже никто не будет рад тому, что периодически ей не давали время на личное восстановление. Причем, вот сейчас действительно речь не только о йоге. банально иметь время несколько часов в неделю хотя бы, несколько часов в несколько дней на то, чтобы заниматься не только своей ролью в семье, но и собственным, например, развитием, собственным восстановлением, успокоением, пополнением ресурса. Это, ну, сложно не иметь этой возможности. поэтому обязательно, обязательно старайтесь выделять время на это. Если вы не будете выделять время для личного восстановления, для того, чтобы побыть в отрыве от тех обязанностей, которые вам диктует лишь на какой-то период времени вашей жизни определенные социальные нормы, понимаете, ограничивать себя только этим, это недальновидно, это неразумно. Все в мире подвержено непостоянству. Наша семья — это каждодневные перемены. Взаимоотношения с супругом, взаимоотношения с детьми — это каждодневные перемены. И вот эти, конечно, ну, как бы странные формулы в отношениях там с мужем, типа, пока смерть не разлучит нас, да, ну, да, конечно, смерть может разлучить, и она может разлучить завтра, или через час, или через секунду, но обычно мы же предполагаем, что мы проживем очень-очень долгую жизнь, непонятно, чем наполненную, и вот вместе, знаете, как встретились в один день, понравились друг другу, через все эти годы, видимо, не изменяясь совершенно, ни один, ни вторая, так и уйдем. В чем тогда смысл проживания той жизни, которая нам дается, да, вопрос? Поэтому дети, семейная жизнь это удивительный стимул к отсутствию иллюзий, это удивительный стимул не забывать о непостоянстве, удивительный тренажер терпения, но использовать его нужно правильно, да, этот тренажер это всегда второе место в нашей жизни, первое место это все-таки духовное развитие, это важно понимать, первое место у любой сущности, у любой души, в какой бы мир она не попала, какую бы иллюзию или там спектакль она сейчас не играет в данный момент, все, что является определенной внешней реальностью это тренажер, который можно сделать как возможностью, так и ограничением, когда мы начинаем этот тренажер воспринимать за реальные положения вещей, здесь начинается очень много проблем, поэтому пожалуйста выделяя время на вот это личное восстановление ресурсов еще делайте пожалуйста правильный выбор на что же его потратить, что будет восстанавливать эти личные ресурсы, поход на маникюр, педикюр, поход там не знаю с подружками в кино или в кафе или даже там просто прогулка по лесу, это все имеет относительный эффект по сравнению с тем, чтобы посвятить себя углублению понимания некоторых вещей в этом мире, понимаете, посвятить себя духовной практике, духовному развитию и ретриты чем важны, например, если мы рассмотрим повседневный быт жены и мамы, да, очень часто такое состояние, когда ты просто на нуле и у тебя к вечеру, когда ты всем раздал там так скажем по потребностям и по как это было там по потребностям и по ой, вылетело у меня это слово ну вот в общем типа по потребностям и по заслугам вот что-то такое даже расстелить коврик и сесть на 15 минут уже не получается очень часто потому что голова ум и энергетическое состояние в таком оказываются глубоком как бы резерве да и запасе что вы понимаете даже если вы сейчас попробуете сесть в практику просто не получится себя собрать то есть настолько действительно состояние на нуле что нет никакого ни малейшего вдохновения чтобы сконцентрироваться чтобы собрать себя вот очень многие женщины они к сожалению к вечеру как оболочки просто ходят и ждут когда все лягут спать и они тоже смогут лечь спать чем хороши ретриты даже будучи в таком состоянии оболочки вы можете себя привести на этот ретрит эту свою оболочку там особенно если мы говорим о долгом ретрите 10-дневном ретрите там определенную вот эту вот стружку счистят за несколько дней практиками какими-то беседами и тишиной и дня с третьего с четвертого проснется некоторый скрытый внутренний резерв до которого мы в нашей повседневной жизни просто даже не можем дотянуться докопать туда достать вот его и тут мы вдруг обнаружим что мы не только жена и мама что мы не только работник выполняющий определенные функции что мы не только там имя возраст и образование что у нас на самом деле очень большой потенциал и он не ограничивается нашими ежедневными обязанностями которые повторяются по кругу стала всех разбудила сделала завтрак отправила на работу в школу в садик неважно или если дети совсем маленькие день сурка день сурка день сурка молодые мамы прекрасно знают о чем я говорю поэтому это невероятно важно вот поверьте если у вас есть возможность какими-то способами восстанавливаться да то есть на какое-то время дистанцироваться от своих обязанностей именно социальных выбирайте форму восстановлений такие как длительное уединение и интенсивная практика желательно среди единомышленников потому что если пока в такой ситуации поедете одна ну скорее всего просто это будет 10 дней такого лежания непонятно чего делания ну в лучшем случае одну-две практики вы там сделаете за все 10 дней поэтому вот именно такой формат группового ретрита он очень важен и дорогие мужчины да если вы смотрите это видео или дорогие женщины попробуйте донести до своего мужа насколько это важно да вообще на самом деле как бы как показывает мой опыт мужчины они не глупые они понимают это и соответственно если пару раз мужчина имел опыт взаимодействия с женой которая просто обессилела ну и выслушал от нее как бы все что она думает по этому поводу он сделает правильные выводы и поймет что да раз там хотя бы в полгода нужно отправлять ее куда-нибудь для того чтобы она занималась не только домом не только детьми и ну разумный мужчина как бы мужчина достойный уважения так скажем настоящий мужчина да он найдет средства для этого он найдет возможность это организовать это конечно круто если у вас рядом есть такой партнер если пока он не понимает таких вот ну вещей да почему это может быть важно только от вас зависит как ему это объяснить как до него это донести как только у вас изменятся определенные взаимоотношения в семье он сразу начнет вас слышать потому что очень часто у нас с мужьями есть такая модель взаимоотношения как знаете соперничество некоторое то есть доказать там кто умнее кто мудрее кто головнее кто вот лучше понимает ситуацию ориентируется в них может принимать более взвешенные решения и так далее да поэтому если заложена такая модель отношений изначально поверьте чтобы вы не говорили партнеру он будет это воспринимать как определенный вызов как то что необходимо оспорить как то что противоречит да его пониманию но как только сама модель отношений изменится модель диалога изменится он услышит все что вы говорите неважно о чем вы говорите при этом если говорите о созидании саморазвития будет польза обоим если будете говорить конечно какую-то временную чепуху то особо ничего не поможет это вам поэтому обязательно будет такая возможность если будет очень сильная мотивация и направленность на это об этом чуть позже скажу про необходимость личного восстановления мы сказали и что этим восстановлением лучше выбирать уединение от соединения своей роли мамы жены и так далее давайте теперь немножко поговорим о том какие препятствия встают на пути женщины которая вроде бы и хочет в этот ретрит долгожданный я например стараюсь хотя бы два раза в год уезжать в личный ретрит личный ретрит он проходит очень интенсивно он очень сильно отличается от группового то есть там очень сильные трансформации происходят и иногда требуется еще длительное время для того чтобы их переработать осмыслить и сделать частью своего привычного мира да почему потому что вот мы привыкли вот наш мир в ретритах обычно происходит расширение и это расширение всегда дискомфортно оно непонятно неизвестно и для того чтобы вот это расширение новое стало нашим привычным миром требуется время поэтому когда мы уходим в личные ретриты там идут очень глубокие индивидуальные проработки сразу и действительно минимум полгода может понадобиться на вот это вот на то чтобы то что расширилось стало как бы нормой да потом опять идет расширение опять опять и так далее своеобразное окно овертона но в позитивном смысле так вот групповые ретриты тем не менее тоже для начинающих практиков это очень хороший вариант то есть на самом деле личные ретриты если вы не преподаватель уже лет 5 хотя бы они пока не актуальны то есть там не с чем работать пока ну если только нет какой-то экстренной ситуации да вот но что нас обычно держит нас держит наше эго наше эго что делает оно цепляется за нашей роли и оно говорит ты чего как ты уедешь на 10 дней ты что детей оставишь какая ты мать после этого да или там ты что мужа оставишь а кто ему рубашки вообще гладить будет кто есть будет готовить ты что жена что ли как бы нормальная после этого взяла всех бросила и укатила да такая в лес сидеть одна на самом деле так и происходит и если вот это рассуждение в нашей голове есть да и мы даем ему власть оно нас потопит то есть внешне притянутся такие ситуации которые будут только подтверждать это но если внутри нас есть четкая установка что без этого я дышать не могу извините да так же как вот как мы вначале говорили йога это способ дышать саморазвитие это способ дышать то извините все внешние обстоятельства они всегда будут вторичны и мир за 10 дней без нас не рухнет да то есть наше эго оно привыкло нам придавать такую важность такое значение что действительно если мы уедем на 10 дней все без нас тут все просто перестанет функционировать земля там вокруг солнца перестанет вращаться и так далее я сейчас утрирую и иронизирую но на самом деле так и есть оно понимаете поэтому здесь все зависит от корня можно так сказать от того из чего вы исходите от мотивации но давайте сначала разберем препятствия первое препятствие это проблема психологического отсоединения как раз больше всего конечно уже когда есть дети ты уже в роли мамы приросла вообще за там 3-5 лет просто до корня до мозга костей как говорится и теперь тебе нужно уехать как отсоединиться от них таких сладеньких мягеньких которых тискаешь каждый день и за счет этих тисканий получаешь их жизненную энергию тебе хорошо ну знаете к этому наверное подготовиться невозможно тут есть два варианта либо женщина понимает что извините мне уже пора немножко уйти от роли только мама некоторые женщины прямо говорят извините я уже не могу даже мысль сформулировать длинную достаточно да я уже разговариваю какими-то там потешками какими-то маленькими предложениями и разговариваю обычно на уровне там ребенка двух трех четырех лет понятно мы сейчас не говорим о женщинах которые не могут физически оставить ребенка потому что он еще очень маленький потому что есть там грудное вскармливание и без мамы ему будет очень сложно да то есть это будет больше вреда потому что у ребенка может остаться большая психологическая травма если до года его вот так вдруг резко оставляют поэтому в этом случае лучше конечно в течение года полутора или двух стараться практиковать дома поддерживать себя слушать лекции заниматься в группе ну как-то вот себя знаете из болота каждый день вытягивать за волосы как мюнхаузен но ничего потом станет обязательно полегче ребенок подрастет и для мамы если она сама не завязнет в том состоянии психологически чисто да и эмоционально потому что эмоционально нас очень подпитывает наш маленький ребенок мы себя чувствуем самым важным человеком в мире потому что от нас зависит эта маленькая жизнь и мнительность взлетает до небес нам так в ней хорошо он еще нам улыбается это человек для которого мы самые хорошие самые главные самые лучшие ну что еще для счастья надо и от этого очень сложно потом знаете как наркотик какой-то от этого потом сложно очень дистанцироваться соответственно психологическая вот такая вот проблема здесь есть два варианта либо женщина в этом очень сильно застряла и она пока не сможет себя никак вырвать у нас есть случаи прям регулярно они повторяются даже на маленьких випассанах вот не поверите два дня они могут люди просидеть я уже не говорю о десяти есть регулярно случаи когда женщина такая посидела там один день и такая ну все я поехала к детям хотя мы понимаете как преподаватели мы со своей стороны регулярно регулярно одно и то же повторяем повторяем если у человека нет инструментов этого услышать он полностью завоеван своим эго никто не пробьется никто поэтому здесь все зависит только от собственных усилий либо есть второй вариант что женщина приедет так скажем да ей будет непросто причем непросто не потому что там сейчас маленький человек страдает без нее чаще всего извините маленькому человеку ну нормально все у него он живет у него такая сила жизни такая потребность познания этого мира что мама уехавшая на 10 дней ну особо не сделает погоды ну да там пару дней он поскучает потом бабушка няня папа не знаю старшие братья сестры полностью завладеют его сознанием и для него это тоже будет очень хороший опыт это будет возможность вырасти в плане эмоций психики и мама тоже когда приедет она скажет ой не узнает человека потому что скажет у меня не было всего 10 дней ты так изменился уже это важно важно не быть склеенными важно периодически проводить время порознь так вот обычно на первый второй день на ретрите отпускает мам потому что здесь уже вступает в игру трансформация энергии за счет терпения когда мы сидим на практиках мы постоянно перерабатываем тяжелые энергии которые тянут нас вот к этому уютненькому сладенькому безопасненькому да полнейшей полнейшей иллюзии которая завтра может полностью повернуться наоборот вверх тормашками и соответственно голова как-то проясняется отрезвление некоторое происходит от всех этих гормонов розовых рюшечек и всего остального а есть мамы которые особо не питают вообще иллюзий насчет детей в том плане что это только счастье да они сразу видят в детях кармических учителей они сразу ощущают насколько дети их прорабатывают да насколько это действительно аскезно не всегда конечно но в разные периоды потому что как опять же единственный закон непостоянства сегодня это прямо милое что-то такое дающая нам очень много радости завтра это просто какой-то маленький чертик который бегает и просто старается вывернуть нас наизнанку так скажем психически психически да и мамы понимают что знаете в такой ситуации не иметь внутренней силы и внутреннего ресурса это равносильно самоубийству причем при этом самоубийстве пострадает не только мама но и соответственно те кто вокруг те кто являются членами ее семьи очень зависят от того чтобы она соответственно выполняла некоторые свои функции в семье поэтому какой из вариантов будет ваш покажет только опыт только опыт я могу поделиться своей личной ситуацией во-первых я могу сказать что у меня нет очарованности семейной жизнью у меня нет как бы это выразиться покорректнее у меня нет чувства реализации в этой иллюзии понимаете то есть я исполняю свои обязанности но это не истинное счастье это определенные помощники на пути очень большие потому что столько иллюзий сколько слетело за последние годы ну наверное очень долго бы как бы время очень много времени бы потратила если бы этого не было но все время что я например посвящаю самым обязанностям семейным в голове у меня крутятся различные проекты по преподаванию различные вещи по практике различные размышления о дхарме о тех или иных писаниях когда ты берешь жизненную ситуацию которая перед тобой разворачивается в магазине в транспорте где угодно и соответственно сразу же применяешь к ней те знания которые действительно максимально искренне тебе интересны да то есть поэтому у меня нет большого интереса к вот этой вот определенной иллюзорной жизни я бы не сказала что мне есть интерес к тому чтобы роскошно жить чтобы иметь какие-то дорогие вещи чтобы иметь большую семью и много детей да то есть есть люди для которых это важно но так как для меня это не важно я в другое русло устремляю свое внимание поэтому возможно мой опыт будет не всем понятен поэтому я и говорю что это не волшебная инструкция или пилюля а это просто как сказать попытка поделиться да и возможно кого-то вдохновить даже если у вас совсем другая жизненная ситуация так вот мой первый отъезд был когда ребенку было два с половиной года мы уезжали с ребятами преподавателями на Кавказ но понимаете у меня было такое стремление поехать что для меня не было проблемой организовать все так чтобы это сделать была очень сильная мотивация такое стремление к этому вот прямо знаете вся наша душа или все наше существо можно так сказать все мое существо оно к этому тянулось максимально стремилось и как говорится здесь кто хочет ищет возможности а кто не хочет ищет отговорки все что касается саморазвития возможности провести какое-то мероприятие или поучаствовать максимально вот расширить свои знания о практике обучении о саморазвитии и так далее для меня это возможность поэтому я стараюсь максимально всю свою внешнюю реальность под это подстроить и к тому времени как раз у нас закончилось грудное вскармливание то есть оно продолжалось достаточно долго вот как раз два с половиной года только закончили где-то в апреле мы закончили а в начале июня мы уже поехали с ребятами но до этого соответственно поездка же планировалась долго у меня до этого уже было вот это вот стимул этот что мы завершим это грудное вскармливание чтобы уже ребенок так от меня не зависел тем более уже два с половиной года там уже было как бы были другие процессы именно вскармливания то есть больше психологические и это не то что было у меня страстное желание я бы вот думала как же эту реальность подстроить да под это я просто эту реальность видела вот я видела что к этому времени будет так и она эта реальность таким образом и сложилась но было забавно когда я все-таки уехала то есть у меня вот это влечение конечно было к этой поездке но когда я приехала в аэропорт я прямо так помню нужно было лететь в Краснодар и у меня такое знаете анахата вообще расцвела бурным цветом и вот это вот в голове куда ты едешь да ты там всех бросила и знаете вот я прямо помню я хожу по этому аэропорту я еще летела одна то есть с ребятами нужно было встречаться там и у меня прямо такие слезы на глазах и я смотрю на всех родителей которые летят там с маленькими детьми и для меня это прямо вот так все мило и так вот напоминает мою жизнь ну в общем у меня там такое вообще помутненное было совершенно состояние сознания я помню даже я зашла в детский магазин там в аэропорту есть эти магазины я купила какую-то раскраску или книжку ну в общем что я вот считала понравилось моему ребенку думаю приеду подарю хоть как-то то есть была такая вот попытка сконнектиться опять с ним потому что этот коннект за два с половиной года конечно подсадил на определенную мнительность на подпитку эго на подпитку собственной важности и вообще в принципе настолько привычна была эта роль за два с половиной года что ты опять как бы заново себя начинал немножечко искать так вот я в общем приехала переночевала одну ночь и знаете вот со следующего дня вообще как рукой сняло то есть у меня какое-то было выныривание из некоего состояния такого немножко это не то что даже состояние в котором ты себя не контролируешь или ты не понимаешь что ты делаешь это немножко такое заторможенное состояние когда вот тебя несет течением а ты сделать ничего не можешь и ты так вот по этому течению плывешь и как-то стараешься себя осознавать но при этом как кисель какой-то знаете то есть не хорошо не плохо вообще такое состояние ты думаешь а какой вообще смысл твоего существования в этом мире если ты ни туда ни сюда вот и на все последующие 10 дней я практически забыла можно так сказать конечно не забыла но у меня фокус внимания совершенно переключился на все что мы там делали в парадигме развития себя как практика и развития себя как преподавателя очень похожие истории знаю девушек которые приезжают к нам на 10-дневные випассаны периодически перед очередной випассаной получаю вопрос с тем что вот я собираюсь на випассану как же мне оставить детей да вот сложно особенно если дети конечно маленький еще там возраст 2-3 года 4 ну и соответственно уже накопился некоторый такой список советов как же это можно сделать очень важно в этой ситуации с ребенком проговаривать даже если он маленький он прекрасно вас поймет вот в 2,5 года прекрасно понимал что мама уедет на некоторое время он останется с такими-то людьми потом мы снова встретимся да и вот это вот постоянное проговаривание каждый день создало некую привычность его к этой мысли что это не катастрофа что его никто не бросает что это обычное течение жизни и к этому он как маленький человечек уже может и должен относиться спокойно и нормально далее какие еще препятствия могут быть это отсутствие поддержки в семье и в первую очередь со стороны мужа если у вас есть поддержка супруга партнера даже если он сам не занимается йогой но если действительно у вас такие отношения что вы говорите для меня это важно он это очень уважает он это понимает и принимает хорошо для тебя это важно значит мы вместе постараемся сделать все так чтобы это получилось да раз в полгода или даже раз в год действительно это не кризис для семьи чтобы женщина уехала на какое-то время побыть в тишине и в уединении поэтому если есть поддержка мужа можно пережить и капризы детей которые могут начинать не хочу чтобы мама уезжала и так далее можно пережить даже то что ваши родители вас запишут в какую-нибудь сектантку или скажут да ты не бережешь свою семью да муж уйдет вон сколько сейчас женщин нужно значит там каждый день подтверждать свой значит статус жены и так далее да но есть такие вот вещи к сожалению в этой реальности немножко странные поэтому муж все это обычно решает и чувствуя его поддержку вы действительно можете справиться со всем если нет опять же поддержки у мужа мы уже немного об этом говорили да старайтесь менять вектор самих взаимоотношений если уже такие взаимоотношения что вы в принципе не рассматриваете его как партнера или духовного друга и в основном это все время только противостояние не слишком позитивные эмоции друг другу и так далее здесь необходимо будет какие-то возможно более радикальные решения принимать не говорю про развод но тем не менее если опять же для вас практиковать и иметь более широкий взгляд на этот мир более глубокий это как дышать вы не сможете по-другому скорее всего и ну придется либо возможно в какой-то ультимативной форме это делать и потом разгребать эти последствия но после ретрита точно будет энергии больше и возможно и противостояние супруга к этому моменту станет меньше либо наоборот ситуация может обостриться но у вас уже будут инструменты пережить ее с меньшими разрушительными последствиями поэтому как ни крути практика первична практика дает внутренний ресурс и соответственно куда бы уже в какую сторону на жизни повернула вправо влево вверх ногами нам есть как говорится на что опереться да дайте мне точку опоры я переверну землю вот эта точка опоры и является нашей духовной практикой поэтому пожалуйста постарайтесь даже если вы еще не создали семью особенно постарайтесь если вам вдруг очень надо да то есть здесь тоже еще вопрос кому-то не надо семью создавать но если кому-то очень надо женщинам обычно больше надо чем мужчинам в плане эмоциональной потребности старайтесь пожалуйста искать себе действительно не того партнера от которого у вас перехватило дыхание закружилась голова а через год все это непонятно куда делось а того партнера который будет ментально и эмоционально зрелым он будет уважать вас он будет уважать то что для вас важно он соответственно не будет стараться вас там подминать под себя да я имею ввиду если вы все-таки практик если вы там как бы такая же эгоистка как и он то это будет постоянное столкновение лбами ни один мужчина в здравом уме не будет с уважением и трепетом относиться ко всем странным желаниям прихотям и так далее своей женщины да если он будет видеть действительно что женщина ну это очень такая глубокая какая-то личность если ему будет постоянность нам с ней интересно в том числе за счет ее постоянного духовного развития то да тогда наверное мужчина будет видеть в этом в том числе и цель смысл своего вложения вложения своего времени материальных средств если он вас обеспечивает и так далее и поверьте даже есть такие ситуации когда мужчине например может быть более нужна семья чем женщине которая занимается практиками но он соглашается на то что она этими практиками занимается и эффект у такой семьи и можно так сказать общий общий итог жизни этой семьи он будет совершенно отличаться от той реальности большинства которую мы сегодня имеем далее насчет поддержки с кем оставить с кем оставить детей то есть здесь все зависит от вашей жизненной ситуации и от той мотивации опять же которая есть третье препятствие это недостаточная мотивация когда любое внешнее препятствие может стать очередной отговоркой не ехать и у многих мам ум срабатывает таким образом ой попросила приехать свою маму или маму мужа то есть бабушку посидеть а она заболела например или у нее рейс перенесли она не сможет в этот день приехать и так далее и сразу начинается ой это плохое предснаменование мне никуда не нужно ехать и так далее очень люблю фразу Ницше как бы неоднозначно его не оценивали как историческую фигуру и как философа но он сказал очень хорошую фразу если у вас есть зачем вы вытерпите любое как и вот если у вас есть зачем ехать вы как сказать вы вывернетесь наизнанку но внешнюю реальность подстроите под это зачем поэтому здесь только от вашей фантазии зависит вашей изобретательности так скажем ваших отношений с семьей даже если никого рядом нет то есть договориться чтобы там приехали например и так далее я понимаю что это не всегда реально и не думайте пожалуйста если у вас не получилось в очередной раз что у вас недостаточная мотивация или вы плохой практик или все это вообще не для вас все это саморазвитие нет но в этот раз не получилось бывает и такое спокойно это надо принимать и просто утверждаться еще больше в мысли что в следующий раз обязательно у меня будет возможность в следующий раз я учту этот фактор который сейчас помешал организовать что-то если говорить например о моей личной ситуации о которой много спрашивали я бы хотела такую ремарку сделать что моя личная ситуация очень нетипичная и поэтому наверное не все не все женщины не для всех женщин будет это актуально то что в моей личной ситуации происходит но я могу сказать что у меня есть финансовая возможность заниматься часто уезжать и вести вести некоторые мероприятия будучи даже не заинтересованной в том сколько там материально это приносит у меня есть возможность так сказать няню себе позволить да и самое главное я так считаю что это кармическая возможность не финансовая то что у нас няня исключительная действительно исключительная она тоже преподаватель йоги она тоже вегетарианка невероятного терпения человек поэтому ну вот так у нас сложилось причем это сложилось не то что она раз и появилась как Мари Поппинс волшебным образом то есть она в нашу семью пришла и потихоньку потихоньку благодаря тому что в семье есть знания о йоге она тоже встала на этот путь и очень сейчас успешно себя реализует на нем поэтому поэтому вот так понимаете я понимаю что это не у всех и я понимаю что это скорее всего исключительный случай это еще раз подтверждает что для того чтобы практиковать какие-то глубокие вещи в плане саморазвития уже должна быть возможность в этой жизни и это ни в коем случае что я как-то хвастаюсь тем что она у меня есть сегодня она у меня есть завтра и не может не может не быть но сегодня есть такие обстоятельства когда грех не заниматься грех не практиковать просто поэтому в любой жизненной ситуации есть плюсы наша задача их увидеть и превратить их в свои возможности как бы вам не казалось что у вас сложная жизненная ситуация поверьте есть те кому еще хуже кому еще хуже и по сути да нам не нужно не ездить ни на какие мероприятия нам не нужно тратить деньги на это нам просто нужно сесть вечером час позаниматься каждый день но почему мы этого не делаем да вопрос поэтому даже будучи в очень стесненных финансовых обстоятельствах даже будучи в как сказать вовлеченной во многие социальные обязанности бывают такие ситуации что например несколько детей нет мужа или он не помогает отец этих детей например и так далее да у меня много таких ситуаций перед глазами прошло но тем не менее все что зависит от нас это сесть вечером и заняться практикой проблема в том что мы не можем отсоединиться к сожалению от той иллюзии в которую мы играем выполняя все эти обязанности и эта иллюзия просто ест нашу энергию каждый день поэтому когда дело приходит к вечеру мы не можем уже себе позволить никакую практику потому что нет энергии на этом следующее препятствие это финансы да то есть недостаточной мотивацией мы немножко проговорили финансы финансы тоже относятся немножко ко всей вот этой вот структуре отсутствие поддержки в семье или там недостаточная мотивация финансы ограничены финансы является выражением нашей энергии если сейчас у вас нет финансов на то чтобы вложиться в собственное развитие которое с вами останется после смерти еще много много раз значит есть проблема значит в прошлых жизнях да благодарю Татьяна за комментарий значит в прошлых жизнях была проблема с вашей щедростью с вашей отдачей если в этой вы даже на знание не можете как бы собрать сумму раз в полгода куда-то съездить тем более что в России это пока не очень дорого то есть в Европе это уже конкретный бизнес и там это уже в тысячах долларов исчисляется или евро но неважно да в России пока еще это держится на истинных искателях можно так сказать и мало где это превращено в бизнес и чистую какую-то такую формальность поэтому в принципе найти средства можно дальше насчет приоритетности вот как я вам уже говорила очень важна система приоритетов в моей жизни все-таки первый приоритет это саморазвитие и возможность преподавать то есть даже имея семью и благополучные финансовые обстоятельства я не чувствую полной реализации если у меня нет вот этого это мой настоящий и искренний истинный интерес можно так сказать все остальное определенная временная вещь которая создает каждый день экзамены создает каждый день возможности для тренировки своих качеств и так далее и конечно же это определенные кармические связи которые являются отдачей долгов в каком-то смысле являются следствиями прошлых жизней и в любом случае нужно проживать эту карму нужно испытывать любовь к близким понятно желание им помочь опять же в духовном смысле больше чем в материальном вот поэтому в плане финансов есть также система приоритетов особенно у женщин у которой есть дети конечно мы все сначала хотим потратить на детей но поверьте это вообще бесполезная тема вот вообще бесполезная то есть сейчас очень много денег родителями тратится на детей на игрушки на кружки на развивашки на школы и садики которые все все дороже становятся даже государственные я уж не говорю о частных кто в частные ходит на какие-то еще разные вещи и вы знаете 90% из этого это нежизненная необходимость то есть да одежда дети вырастают из одежды очень быстро это факт но понимаете игрушек всех не купишь и даже если вы действительно там последние деньги грубо говоря отдаете за развивашки и какие-то занятия можно раз в неделю какую-то развивашку пропустить и потихоньку отложить деньги чтобы насобирать эти 30 тысяч на 10-дневный ретрит то есть вопрос действительно в широте нашего сознания если мы не можем посмотреть выше или шире того к чему мы привыкли но это практически безвыходная ситуация это проигрышный вариант потому что и общество нам навязывает и наше эго нам навязывает что раз мы мама то мы должны как бы полностью расстелиться перед детьми а детям не это нужно детям нужно нужны адекватные родители по примеру которых они жить потом будут и родители на самом деле к сожалению не занимаясь своим развитием они очень ухудшают карму своим детям казалось бы как так как родители могут ухудшать карму своим детям ведь для родителей важнее всего на свете чтобы дети были счастливы и у них все было хорошо как они своими руками могут этому мешать а на самом деле могут случай недавний летим в самолете в самолете сами знаете есть такой звуковой эффект очень интересный с одной стороны вот этот белый шум который гудит самолет с другой стороны из-за такого некоего эффекта доплера очень слышно все услышимость то есть если в одной части самолета кто-то более-менее громко разговаривает слышит весь хвост и весь салон сзади значит сидит семья двое детей папа-мама папа-мама для того чтобы абстрагироваться видимо от детей заняться своими делами включают им на телефоне какой-то то ли мультик то ли фильм и включает без наушников соответственно из-за вот этого гудения самолета детям не слышно они делают громче чтобы им было слышно и весь самолет дети маленькие спят люди отдыхают кто-то читать пытается кто-то работать пытается весь самолет слушает крики визги какие-то стрелялки машинки из этого мультика или там фильма не знаю что они смотрели и понимаете в чем дело дело даже не в том что это отвлекает или как-то там это все как говорится по карме если посмотреть на ситуацию шире этим детям сейчас инсталируется определенная модель поведения то есть если родители не думают о том что это может мешать кому-то рядом причем это касается не только самолета родители которые с детьми выходят спускать фейерверки особенно по ночам не думая что спят маленькие дети возможно их только-только уложили у них проблемы со сном и там родители валятся с ног что есть больные люди которым плохо от какого-то шума что есть животные которые очень пугаются этих взрывов все равно какие-то еще куча разных вещей понимаете которые дети перенимают то есть родители ничего не говорят и дети думают что это нормально нормально сидеть и мешать другим думая только о себе и к сожалению если родителям попытаться не то что замечание сделать а попытаться обратить на это их внимание они только агрессируют они могут говорить это ваши проблемы что вам не нравится я что повеселиться не имею права да и потом дети все это повторяют и к сожалению получается что не только родители карму нарабатывают но и дети продолжают поэтому относитесь пожалуйста серьезно к тому что вы своим детям можете дать на как сказать на фоне на уровне на уровне вот этого мира мы можем дать детям только духовные вещи потому что все все внешние штуки они мало пригодны для существования потом да понятно мы должны минимальные потребности обеспечивать чтобы дети там кушали чтобы не мерзли чтобы у них было развитие воспитания да чтобы они могли учиться и так далее но это не как сказать не критичные моменты когда мы не можем какую-то сумму потихонечку выделить да это небольшая сумма это реально небольшая сумма по сравнению со всеми там какими-то отелями в которые мы хотим выезжать вместе с детьми аквапарками диснейлендами и всем остальным и то что казалось бы нам родителям это тоже должно расцениваться как отдых для нас да на самом деле это только еще большее напряжение потому что мы следим чтобы ребенок во-первых не потерялся не убился нигде не как сказать не досаждал другим и мы все время должны придумывать ему развлечения и даже когда мы сами не в силах куда-то пойти нам нужно идти на очередную экскурсию или еще куда-то чтобы развлечь ребенка потому что иначе он не даст спокойно посидеть вот так и бывает поэтому финансы это лишь внешняя такая сторона и чаще она используется нами как отговорка как отговорка то есть и именно вопрос приоритетов здесь становится поэтому прежде чем потратиться на очередное развлечение для своих детей или на даже очередную одежду для себя подумайте пожалуйста куда бы вы могли эти деньги использовать особенно если для вас стоит острый вопрос финансов то есть есть люди которые могут себе позволить как сказать и то и то пока они это могут и в их интересах интересах чтобы духовного развития здесь было больше иначе как сказать внешние материальные иллюзорности они кончатся обязательно кончатся вот поэтому пожалуйста постарайтесь сами повзрослеть не только телом но и умом и опять же не воспринимайте пожалуйста этот совет как ну что-то высокомерное мы действительно с вами все должны повзрослеть все должны соответствовать статусу взрослого и зрелого человека а потом уже детей этому возможно учить ну что ж друзья нам пора заканчивать мы уже с вами час даже больше сидим один еще вопрос сегодня поступил я бы хотела его прокомментировать вопрос от анны доброго дня у меня пока нет детей но возраст уже их предполагает подхожу так сказать критической отметки хочу также пойти на обучение преподаванию йоги но не знаю как будет лучше поступить сначала обучиться получить практический опыт преподавания затем уйти в декрет и вернуться обратно на эту почетную стезю либо же уже после рождения ребенка браться за преподавательскую деятельность очень интересно услышать ваше мнение по данному вопросу к сожалению не получится присутствовать на прямом эфире по этому вопросу я бы наверное первое что прокомментировала подумайте пожалуйста насколько вам все-таки актуально иметь семью и детей потому что это очень сильно навязывается нам в обществе это считается как бы нормой да и опять же вот этот вот критический возраст извините кто вам его установил этот критический возраст то есть понятно что есть объективные критерии критического возраста да но с другой стороны в нашем обществе уже намного раньше этот критический возраст начинают определять почему-то это первое второе очень многие люди сегодня имея детей они к сожалению ведут их по пути вниз то есть это очень тяжелая очень тяжелая путь очень тяжелый путь привести в этот мир душу и воспитать ее причем воспитать знаете в том плане не что ты уже как-то будешь его воспитывать этого ребенка а самому быть на том уровне чтобы пришла такая душа которая будет восприимчива к тому что вы будете говорить ей о нравственности об этике и так далее потому что чаще всего после зачатия воспитывать уже нет некого в момент зачатия соответствующий еще раз извините в момент зачатия уровню родителей соответствует определенная душа которая притягивается и дальше уже мало как мы можем на нее повлиять только собственным примером все время и возможно в критические моменты эта душа будет вспоминать как раз вот этот пример родителей обращаться к нему поэтому пожалуйста если вы все-таки решите создавать семью или если она у вас уже есть то рожать детей пусть это будет не данью обществу не тому что так принято не тому что вот ты прожила жизнь в женском теле у тебя нет детей у тебя тут возраст детородный закончился да это вообще не имеет отношения к тому чтобы правильно рассматривать процесс рождения детей и вообще отношения родителей и дети то что происходит сейчас поверьте иногда лучше никого не родить чем родить и продолжать жить вот в тех материальных иллюзиях которые будут заставлять вновь прибывшего человека только деградировать конечно опять же по карме то есть сюда попадают души проходить свои уроки но лучше чтобы это рождение все-таки способствовало возвышению души и возвышению вектора ее развития чем как говорится пришли например из нижних миров здесь все так понравилось красиво красиво накормовали еще больше и пошли опять в нижние миры еще на более длительный срок поэтому здесь очень внимательно постарайтесь отсортировать желание вашего эго чтобы вас принимали правильно в обществе чтобы вам говорили правильные приятные слова там ваши родители например или муж родственники чтобы вы соответствовали каким-то стандартам от какой-то действительно духовной составляющей вообще этого процесса дальше насчет того что лучше сделать сначала обучиться и начать преподавать либо сначала соответственно пойти в декрет и потом уже пойти на обучение как показывает статистика чаще всего после того как появляются дети до обучения а тем более до преподавания доходят единицы просто единицы с очень исключительными кармическими условиями если вы можете с точной уверенностью сказать что это ваш случай тогда возможно на вас никак ни декрет ни ребенок не повлияют но понимаете подмена понятий происходит очень незаметно сегодня нам кажется что для нас йога и преподавание это самое главное а через пять лет или там через три года может оказаться что мы очень хорошо перешли на рельсы обычного материального существования где мы мечтаем только о радостях и успехах для наших детей соответственно дрожим за собственную шкурку собственные материальные вложения боимся за будущее этого мира и будущее наших детей и так далее и вот это на коне под конем на коне под конем и выхода нет к сожалению если нет духовного развития поэтому лучше все-таки если вы решите что да вам нужен опыт с детьми лучше сначала пройти курс потому что ну по крайней мере на нашем курсе дается очень серьезная база для мотивации для как Андрей говорит самая главная его задача не научить вас красиво выполнять асаны или читать лекции самая главная задача чтобы через 10 лет хотя бы сколько-то процентов из всего потока задержались на пути преподавания и состоялись как преподаватель потому что путь преподавания он тоже очень неоднозначный и мы как преподаватели все время меняемся мы 100% будем разными преподавателями будем пробовать одно другое делать свои выводы больше общаться с людьми и соответственно все больше больше копать в суть понимаете поэтому важно долго задержаться на пути преподавания первые несколько лет это ну не суть не про суть это пока форма но от этой формы можно перейти к сути поэтому конечно там хотя бы будет база и мотивация и вдохновение и поддержка для того чтобы в вашем уме прочно отложилось что это важный путь и даже во время декрета соответственно когда будут совсем другие приоритеты жизненные это где-то на заднем фоне на периферии ума так скажем маячила и соответственно если у вас будет уже первый опыт преподавания вы будете ощущать определенные энергетические процессы которые при этом происходят и тогда вас уже намного сложнее будет обмануть некоторыми материальными иллюзиями знаете один раз почувствовав счастье от того что ты помог кому-то изменить хотя бы немножко его жизнь ты уже никогда не будешь счастлив ничем другим ничем внешним ни количеством детей ни количеством их милоты и послушности ни какими-то домами машинами семейным уютом новой бытовой техникой и так далее это все будет не то поэтому очень важно получить этот опыт почувствовать именно вот это тонкое состояние счастья это поможет вам продержаться в декрете если вы туда пойдете но очень мало шансов что после того как вам сейчас кажется вы все сделаете и декрет как бы отработаете у вас будет возможность обучиться во-первых мы не знаем что будет завтра мы не знаем когда у нас еще будет возможность получить образование на этих курсах мы не знаем что будет ни финансово ни в плане каких-то возможностей и мы совсем как бы не знаем что будет после этого декрета понимаете дела в этой внешней реальности переделать нереально они никогда не закончатся и вот этот вот синдром откладывания на потом вот сейчас я наконец доделаю это все и уж тогда потом пойду учиться вы знаете вопрос а кто вам предоставит эту возможность если она у вас столько лет была вы ее все время отбрасывали высшие силы же тоже не дураки они смотрят что человек этим не пользуется они понесут другому кто воспользуется поэтому здесь тоже очень важно не про не промедлить не протормозить как говорится вот смотрите как у нас сильно жизнь изменилась в двадцатом году да казалось бы мы привыкшие наши поколения привыкшие ездить куда угодно открыл себе шенген и поехал и тут как так я не могу поехать туда куда я привык ездить а у кого-то например вообще недвижимость была в странах Европы они такие как я не могу поехать в свой дом да мы вот успели в девятнадцатом году в сентябре девятнадцатого года съездить в Тибет до этого были ежегодные поездки с 2009 наверное года если я не ошибаюсь но может быть чуть попозже ну то есть больше десяти лет регулярно каждый год в Тибет были поездки и они стоили очень недешево но тем не менее люди на них копили да несколько лет и вот вкладывались в это а те у кого возможно была такая возможность они думали ну я в следующем году съезжу вот этом еще там сгоняю на Мальдивы или еще куда-нибудь а в следующем году в Тибет ну и однажды просто этот следующий год не наступил и до сих пор пока наступить не может что будет дальше с курсами преподавателей йоги или там аюрведы или медитации тоже большой вопрос понимаете и пока есть такая возможность необходимо это делать что будет дальше с ретритами с випассанами то есть вот где-то год мы не могли проводить очные випассани в культурном центре аура из-за ограничительных мер по ковиду сейчас наконец у нас эта возможность возрождается и вот уже в апреле будет заезд следующий но тем не менее насколько непостоянен этот мир да это самый главный его закон поэтому если сегодня есть возможность обязательно пожалуйста используйте тема про детей про семью про йогу про все вот это вот вместе она бесконечная можно так сказать поэтому у кого будут вопросы пишите пожалуйста под этим видео я обязательно буду отслеживать отвечать по возможности поддерживать насколько это позволяет мой опыт и моя квалификация но тем не менее постарайтесь пожалуйста внутрь себя заглянуть послушать себя изнутри это будет самый-самый важный и мудрый ваш учитель и в вопросе с детьми и в вопросе там с медитациями саморазвитием с преподаванием в том числе но слушайте пожалуйста не с позиции эго а с позиции здравомыслия и отдачи как тоже Андрей Верба любит говорить если ты чем-то наслаждаешься то ты накапливаешь карму скорее всего а если ты делаешь что-то что требует от тебя усилий по личной практике по преподаванию по попыткам улучшить этот мир и хоть как-то достучаться до здравомыслия людей скорее всего ты можно сказать карму отрабатываешь и ты как бы очищаешь этот мир работа по очищению она никогда не бывает легкой и приятной только через терпение аскез можно преодолеть самое главное наше загрязнение это загрязнение ума двойственностью загрязнение эго и тем что мы воспринимаем нашу личность как нечто реальное ну что ж друзья я вас благодарю за то что вы присоединились до новых встреч пишите ваши вопросы или предлагайте различные темы и обязательно еще увидимся ом 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 Продолжение следует...